Я вчера узнал, что у нас три медали. Двоих человек я знаю лично. И, допустим, Нифонтов – это тот парень, тот мужчина, теперь чемпион мира по мужчинам, как даже непривычно, потому что я помню очень молодежной сборной. Он два раза становился вторым на моем турнире, который я придумал и организовал в Мегионе с самым большим призовым фондом за всю историю дзюдо. Еще тогда я понял, что этот парень непростой. И вот, пожалуйста, чемпион Европы, чемпион мира. Уже человек-легенда. Уже, наверное, заслуженный мастер спорта. То есть, само говорит за себя. У нас в дзюдо таких людей единицы. Дзюдо – это такой вид спорта очень с высокой конкуренцией, более 180 федераций мировых. Это, знаете, в других видах борьбы оптимальная медаль достается легче, потому что конкуренции такой нет. Дзюдо, я не знаю, даже по конкуренции с чем сравнить. С марафоном, наверное, когда выбегает там 200 человек. Вот бегут, представляете, в каждом весе борются по 70 представителей от каждых стран, которые… Любой из них может выиграть. Ну, вот оптимальный, не прям любой, но 30 человек сделать чуть жеребьевку и выиграет другой человек. Конкуренция бешеная. Нету ни одного дзюдоиста за всю историю мировую, чтобы он выходил и все знания первое место, первое место, всех вот выигрывал. Да нету такого ни одного человека, да. Четыре года есть человек на вершине, это уже просто супер, да, там находиться. И то, где-то он все равно проиграет. Чемпионат мира, если я не ошибаюсь, уже давно не выигрывали. Очень давно и очень приятно, что в России медали… Очень приятно, что это в моей весовой категории. Очень здорово, я очень рад. Дай Бог ему пронести этот запал и выиграть Олимпиаду. Продолжение следует...